Динамика двусторонних связей налицо. По данным Министерства коммерции и КНР, объём торговли между материковой частью Китая и Тайванем с января по июль превысил 107 миллиардов долларов. Это примерно 4,8% от суммы внешней торговли Китая за указанный период. И специалисты уверены, взаимодействие будет набирать обороты. Только в октябре два берега подписали 23 соглашения в сфере коммерции, транзита и инвестиций. Традиционно особое внимание сельскому хозяйству. Ещё в июне 2010 года материковая часть Китая и Тайвань договорились о всеобъемлющем экономическом взаимодействии в зоне пролива. В списке продуктов, по которым предусмотрены тарифные уступки, 539 тайваньских и 267 товаров из континентальной части Китая. Ещё один шаг навстречу друг другу стороны сделали в 2013 году. Тогда было подписано соглашение об обмене услугами через пролив. Согласно документу, 64 тайваньских предприятия стали доступны для инвестиций из материковой части Китая. В свою очередь, островные вкладчики получили доступ к 80 предприятиям на другом берегу. Несмотря на то, что законопроект в этой сфере до сих пор на рассмотрении, в 2014 году 136 континентальным проектам дали на Тайване зелёный свет. Общая сумма инвестиций превысила 330 миллионов долларов. В свою очередь, в материковой части Китая был «Донстарт» 388 проектам, финансируемым тайваньскими бизнесменами. Сумма вложений составила почти 10 миллиардов долларов. По сравнению с 2013 годом – плюс 13%. Ещё одна важная сфера доустороннего сотрудничества – туризм. Только в прошлом году Тайвань посетили почти 4 миллиона туристов из континентальной части Китая. Вырос и поток островных путешественников. В 2014 году в моряковой части КНР побывали свыше 5 миллионов человек. Ахмед Сулейманов, Виктория Слепцова, CCTV.